Здравствуйте! Похоже, у блогера Софии Сужук появилась последовательница. Она сделала всё чётко так, как рассказывает София Сужук в своих эфирах, в постах, в соцсетях касательно абортивных травок, абортов и заморозки детей в холодильниках. Блогер София Сужук активно делится, пропагандирует домашние роды и рассказывает о том, как провести аборт, какие абортивные травки использовать. Как помочь, поспособствовать выкидышу тому, чтобы он произошёл? Ну, во-первых, я уже сказала, женщине нужно спокойствие, нужен правильный выброс гормонов, нужен окситоцин, поэтому, естественно, нужны вот эти вот правила 3Т, тёплое питьё, возможно, для окситоцина, для того, чтобы этому поспособствовать. Вы можете посмотреть в аптеке любые абортивные травки, то есть именно абортивные, да, то есть то, что способствует сокращению матки. Травки, да, которые написаны, когда противопоказано в беременность, если вы стесняетесь спрашивать, подскажите, пожалуйста, абортивные травки, то это просто вот там, где противопоказана беременность, те, которые имеют фитоэстрогенный характер, давайте я вам точно точную, например, это листья малины, да, душица, также популярная знаменитая хельба, которая сейчас вот у меня уже есть в моём магазине Стужу Кокошо, я тоже теперь буду её продавать, её можно найти на iHerb, в принципе, сейчас уже, в разных турецких, таких каких-то восточных магазинчиках, хельба, хельба, пожитник, феногрик, жёлтый чай, её можно пить для лучших сокращения матки и после выкидыша. Дошла ли женщина из моего сегодняшнего разбора до заморозки плода? Вы будете шокированы услышанным. По данным полиции, женщина в Ровенской области попала в больницу с кровотечением. После обследования врачи установили, что женщина недавно родила. Как выяснилось, как сказала сама женщина, она сделала аборт домашний, родила ребёнка, завернула его в полотенце и заморозила в морозилке. Ломшловий випадок стався на Рівненщині, в седощі Дубровиця. Близько півночі до лікарні чоловік привіз свою 34-річну дружину, в якою була велика кровотрата та висока температура. Після огляду медики його шелешили. Жінка була вагітною і нещодавно народила, але немовля чоловік і в очі не бачив, як і не помітив, що кохана була при надії. Стан пацієнтки стабілізувала, вона повідомила, що кілька годин тому народила дівчинку. Пологи були перечасними, сталися на сумму місяців вагітності. За словами жінки, дитя народилося мертвым. Аби його сховати, переділя поклала тіло до морозильній камери, де його і знайшли правоохоронці. Это же рассказывала София Стужук в своих соцсетях. Отличие этой истории только в том, что муж женщины увидел кровотечение и отвез ее в больницу. Учитывая то, что София Стужук, учитель Доула Джамиля, небезызвестная уже нам, которая говорит, что не ходите к врачам, лечитесь травками, а также она очень много пишет на своем сайте, сидите дома, никому не говорите, что беременны и рожайте втайне от родственников, то картина складывается в один ужасающий трагический пазл. Данная трагедия произошла в Ровенской области, а именно в Ровно недавно умерла женщина на домашних родах, она стекла кровью. Очень не хочется, чтобы Ровно, Ровенская область стала на карте Украины, такой точкой, как Санкт-Петербург в России. Там находят расчлененные тела часто, такие убийства происходят. Очень бы не хотелось такой славы для Ровно. Я, как юрист, считаю, что София Стужук, являясь частным предпринимателем, основная деятельность рекламных агентств несет полную ответственность за то, что она говорит в эфире, что она рассказывает, что пропагандирует. И я, как профессиональный юрист, инициирую поднятие этого вопроса на всех возможных уровнях. Подписывайтесь на мой канал, присылайте мой телеграм-бот, кого мне еще разобрать. И мракобесия, либо факты и видео, жду от вас все. Спасибо, что посмотрели это видео.